МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 12. Новости Республики на телеканале Регион 12. В студии Катерина Роман. В начале выпуска коротко о главном. Первый прошел. Единые госэкзамены начали сдавать школьники Республики. Итоговая тестация продлится в течение месяца. Пенсия со всеми удобствами. У пенсионеров Республики появилась возможность получать свои деньги, не тратя время на походы в банк. Ишкаролинка Татьяна Козуто готовится покорить модные подиумы. Победительница конкурса «Топ-модель по-русски» обещает не забывать родной город и рассказывать о Ишкароле в столицах мировой моды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый прошел. Единые госэкзамены начали сдавать школьники Республики. В Ишкароле история по Республике биология. Самые популярные предметы, которые сдают по выбору в первый день ЕГЭ. В Ишкароле нынче пункты сдачи экзаменов располагались в четырех школах. Всего в Республике их 24. Что изменилось в этом году в системе сдачи ЕГЭ? Смотрите в нашем материале. Здесь все как на выборах, только еще сложнее. Информация строго подучетна. Даже то, как и где будут сидеть выпускники, станет известно за полчаса до начала сдачи экзамена. Контрольно-измерительные материалы или просто ким и под грифом секретности. Они лягут на стол выпускников в момент начала экзамена. Этот год не отличается внедрением технических новинок. В аудиториях нет заглушек, экзамен не снимают на видео. Сотовые телефоны в этом году вообще нельзя вносить в пункт проведения экзамена. Если в прошлом году их можно было в отключенном состоянии держать где-то в сумке у себя, то в этом году ни в коем случае ни организатор, ни один ученик не может пронести сотовый телефон на территорию пункта проведения экзамена. Сейчас узнаем, в каком кабинете будет находиться, поскольку пакет будет взрываться только сейчас. На каждом этапе сдачи ЕГЭ, особенно до наступления самого экзамена, много бумажной волокиты. В каждой аудитории парты строго пронумерованы. Это будущие посадочные места. Все кабинеты, которые в данном случае второстепенные, перед экзаменом опечатывают. Учителя наравне с учениками должны сдать мобильные телефоны или попросту не приносить их на пункты проведения экзаменов. Как показал первый день работы, этим правилом многие педагоги пренебрегают, оставляя телефон у себя на беззвучке. Для соблюдения контроля над контролем на местах работают общественные наблюдатели. В первой школе из пяти заявленных замечены только три наблюдателя, два из которых родители нынешних выпускников. Говорить о беспристрастности не только к ученикам, но и учителям сложно. У нас избрали из родительского комитета. То есть мы хотели посмотреть всю процедуру экзамена, то есть как она состоит, нам просто интересно. Информационное поле, конечно, возрастает, и простые задания как-то исчезают из ЕГЭ, а в чем-то усложняется. Для детей это, наверное, легче. Почему? Потому что мы уже очень долго сдаем ЕГЭ. Но если что-то поменяется, то в речевом плане будет сложнее. Распределение участников ЕГЭ по аудиториям идет в случайном порядке. Выпускники одной школы могут и не встретиться на экзамене. На входе – фейс-контроль. У каждого проверяется паспорт и допуск. Больше выйти на улицу до окончания экзамена ребята не смогут. Задания здесь все. Сейчас мы вам раздадим. С этого года Кимы на ЕГЭ защищены по-новому. Бланки содержат сразу семь уровней защиты. Необходимость в этом возникла после скандала прошлого года, когда варианты решения реальных заданий появились в социальных сетях. Так, если во время и даже после экзамена в интернете появится фото бланка ЕГЭ, в течение 20 минут защитная система вычислит, кто, когда и с какого пункта проведения экзамена отправил фотографию. Причем у нарушителя аннулируется результат экзамена, и целый год он будет ждать пересдачи. В этом году интернет-ресурс тоже предлагает ответы, хотя сейчас ссылки на них носят больше характер наживы. Период сдачи ЕГЭ только начался, поэтому об утечке информации еще говорить рано. Следующий экзамен – русский язык. Он намечен на 31 мая. Его уже будут сдавать все, и выпускники этого года, и те, кто не сдал экзамен в прошлом году. Всего около 4400 человек. Общественная палата России 31 мая открывает горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ. По телефону 8 800 700 83 63 на вопросы родителей, учеников, учителей и общественных наблюдателей будут отвечать представители Рособразования, сотрудники Департамента образования Москвы и эксперты Федерального института педагогических измерений. Звонок по телефону в России горячей линии бесплатный. Горячая линия будет работать с 9 утра до 18 часов вечера в дни проведения ЕГЭ. 31 мая, 4, 7 и 13 июня. Где в Ешкарале жить хорошо? В середине лета в столице республики назовут дом и двор образцового содержания. Это ежегодный конкурс, проходит он уже в течение 8 лет. Как уверены его организаторы, мэрии Ешкаралы, подобные конкурсы позволяют повысить качество обслуживания и ремонта жилищного фонда, а также привлечь самих жителей к очистке и озеленению придомовых территорий. Пока за звание лучшего дома и двора вызвались побороться всего 20 участников. В срок до 1 июля они должны привести в порядок дворовые территории, фасады и внутренние помещения домов. Состояние фасадов, лоджи, балконов, подъездных площадок, в том числе их освещенность, состояние почтовых ящиков, а также состояние тротуаров, наличие парковок, детских площадок, зеленых насаждений и урн. Чтобы стать лучшим, надо выполнить немало требований. Причем преимущество тем участкам смотра конкурса, которые оформили цветники, клумбы на придомовых газонах дворовой территории. Какой дом и двор будет признан лучшим, станет известно после 16 июля. Обладатели призовых мест получат по 20, 15 и 5 тысяч рублей соответственно. Напомню, что в прошлом году лучшим двором был признан двор, расположенный по улице Клары Цеткин, 16, ЖУК Южная. Домом образцового содержания стал дом номер 87 по улице Дружбы, ЖУК Заводская. ТСЖ обязали выйти в сеть. Собственный сайт теперь должны иметь не только управляющие компании в сфере ЖКХ, но и товарищества собственников жилья. Обязательную интернет-публикацию сведений о всех изменениях, происходящих в жизни дома, управляемого товариществом собственников, предусматривает стандарт раскрытия информации, принятой в этом году. В случае же, если ТСЖ не заведет собственный сайт, предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Перспективы административной ответственности уже существуют, а вот каким образом регистрировать сайт, и не всем понятно. Ведь раньше сферой ответственности товарищей собственников жилья были исключительно вопросы взаимоотношений с жилищно-коммунальными организациями. Это нововведение поставило ребром вопросы существования десятков ТСЖ, по крайней мере, в Ешкар-Але. Разобраться с неожиданной проблемой объединением собственников пообещали в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. Ну а пока возникшая ситуация урегулируется, можно положиться на опыт тех, кто решит для себя проблему раскрытия информации. Бесплатно открыть страничку собственного ТСЖ можно, например, на сайте vžkh.rf. Процедура регистрации достаточно быстрая, для нее лишь необходимо наличие собственной электронной почты. Напомню, собственная страница в интернете позволит оперативно информировать жильцов о событиях, публиковать официальную отчетность, собирать показания приборов учета, проводить онлайн-голосование и в итоге повысить собираемость платежей. Получать пенсию наиболее удобным способом. В Мариэл более 192 тысяч пенсионеров, примерно половина из них получатели ежемесячной денежной выплаты, дополнительного материального обеспечения и иных социальных пособий. Сегодня каждый из пенсионеров может выбрать наиболее подходящий способ получения своей пенсии. От зачисления на социальную банковскую карту до доставки на дом. Так какой же способ выбрать? Подробности в следующем сюжете. В 2012 году размер трудовой пенсии в Мариэл вырос более чем на 10%. Индексация проводилась дважды, в феврале и апреле. Аналогичным образом, два раза в год будут индексироваться пенсии в 2013 и в 2014 году. Сегодня средний размер пенсии по старости в нашей республике составляет 8806 рублей. И пенсионеры могут сами выбирать, каким способом получать свои выплаты. Это можно делать в отделениях Почты России, можно получать пенсию на сберкнижку или на дому через службу доставки. Последний способ, конечно же, удобен для жителей сельской местности и для тех, чье состояние здоровья не позволяет ходить за пенсией на почту и простаивать в очередях. Однако есть еще один способ получения пенсии, позволяющий экономить на времени и на расходах. Анна Андреевна Подоплелова выбрала для себя именно такой способ, оформив заявление на получение социальной банковской карты. Я работающая пенсионерка, и мою пенсию перечисляли на сберегательную книжку. Это не всегда было удобно, потому что приходилось встать в очередях. И узнав о карте банковской, я решила ее открыть, потому что это очень удобно. В любое время, без очереди можно подойти. И работники банка, если что-то непонятно, всегда помогут. О форме заявления на получение социальной банковской карты, а также получить все необходимые консультации, сегодня можно в большинстве отделений Пенсионного фонда России по Республике Мариэл. Кроме того, вы можете обратиться в любое отделение банка, выпускающего карты. Она дает пенсионерам не только возможность получать пенсию без комиссии в банкоматах Сбербанка России по всей территории Республики, но и предоставляет ряд очень интересных возможностей. Например, с помощью услуги автоплатеж, она является бесплатной для пенсионеров, можно пополнять свой мобильный телефон в автоматическом режиме. Даже если пенсионер находится на дачном участке, он может быть уверен, что на его сотовом телефоне всегда будут деньги. Многих пенсионеров отпугивают сложности в обращении с банкоматами и платежными терминалами. Однако все эти опасения обеспочены. Все устройства самообслуживания просты в использовании, но в случае трудностей вам все объяснят сотрудники банка, работа которых как раз и заключается в оказании такой помощи. С социальной банковской картой вам не нужно простаивать во множестве очередей в разных учреждениях. Для того, чтобы получить пенсию, оплатить коммунальные услуги без комиссии, положить деньги на мобильный, достаточно просто прийти в ближайшее отделение банка, где есть платежный терминал. Одним из плюсов социальной карты Сбербанка для пенсионеров является возможность получения скидок в аптеках, продуктовых магазинах. Также пенсионеры могут рассчитываться в магазинах, не нося с собой наличных денег, не возясь со сдачей, не боясь, что кто-то их обманет или обсчитает. Хочется отметить, что социальная карта – это один из способов получения пенсии через Сбербанк России. Это самый прогрессивный способ. Наряду с традиционными, через сберегательную книжку или с помощью накопления, с помощью вклада «Пенсионный плюс». Хранилище под замком или как заглянуть в прошлое? В этом году архивная служба Ишкар-Оле отмечает 15 лет со дня образования. По данным мэрии, в городской архив ежедневно обращаются в среднем около 20 человек. Он расположен в здании городской администрации и занимает более 200 квадратных метров. Здесь строго следят за сохранностью ценных документов. Так, например, температура в хранилищах должна быть около 20 градусов, влажность 50-55%. В городском архивном фонде сегодня около 30 тысяч дел. Все они могут быть полезны не только юридическим, но и физическим лицам. Предприятия и учреждения обращаются за историческими справками. Это тоже бывает нужно, потому что кто-то пишет книги о своих предприятиях, учреждениях. Люди обращаются для того, чтобы подтвердить какие-то документы. Личные счета поднимаем для того, чтобы люди смогли правильно пенсию свою оформить. Это тоже важно. Кроме того, поднимаются из архива документы по наследованию имущества, участков и так далее. К слову, городской архив сегодня постоянно пополняют 22 организации. Главная задача архивной службы – наладить электронный документооборот с муниципальными предприятиями и организациями. Нынешний год стал юбилейным и для архивной службы Республики Мариэл, который отмечает свое 90-летие. Олимпийские старты в Яшкарале. За два месяца до начала Олимпиады в Лондоне по всей России прошли свои маленькие, но старты. В столице Мариэл на стадионе «Дружба». Вид соревнований – эстафета. Участники – школьники 2-3 класса. Мы, ребята, элицы малы! Нам одной победы мало! На этих соревнованиях, летних олимпийских стартах Ростелекома – все по-взрослому. Пусть немного в упрощенной форме. Свой олимпийский факел, олимпийский огонь, флаг Олимпиады. Да и основной вид программы вроде как один – эстафета. Однако каждый ее вид символизировал тот или иной вид спорта. Я думаю, чтобы вся страна готовилась к Олимпийским играм, чтобы дети могли рассказать, что есть такие виды спорта, что этим нужно заниматься, что это полезно для здоровья. Ну и вперед к победе в Сочи 2014. Непосредственно перед началом многоэтапной эстафеты – небольшая развлекательная программа, где свое мастерство показывали одноклассники соревнующихся. Сразу после этого – та самая эстафета. В соревнованиях участвовали ученики трех учебных заведений – средней школы поселка Роэма, а также двух ежкаролинских гимназий – четвертой и четырнадцатой. Участие последних далеко не случайно, ведь сборные именно этих двух гимназий стали сильнейшими на легкоатлетическом этапе городской спартакиады. Что же движет юными спортсменами? Чтобы человек получал медали, грамоты всякая, быстрее бегал, развивался. Участвовалось нормально, по бегу заняли первое место, а тут еще итоги не подвели. В каждой команде десять человек. На старт вышли и мальчики, и девочки. В игровой форме они преодолевали дистанцию, притом не только классически, где бег по очереди. Так этот вид программы – как бы плавание. На других этапах юные спортсмены знакомились с боксом, футболом и даже конкуром. Компания «Ростелеком» является генеральным партнером 22-х зимних Олимпийских игр в городе Сочи. И в преддверии этого важного события в рамках развития Олимпийского движения сегодня проходит всероссийская акция «Ростелеком. Летние спортивные игры» среди школьников и юных спортсменов. Направлена она, прежде всего, на популяризацию здорового образа жизни, развитию спорта среди молодежи, потому что мы понимаем, что здоровое молодое поколение – это залог успеха страны в целом. Награды и кубки победителям и призерам вручал мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Чекулаев. Почетное третье место у команды гимназии номер 4. На втором месте ученики 14-й гимназии. Сильнейшими стали школьники из Руэма. На этом очередной этап олимпийских стартов «Ростелекома» был завершен. Однако он был не последний. Старты будут проходить вплоть до зимних Олимпийских игр 2014 года. Хулиганская игра для джентльменов. Соревнования по регби, собравшие 9 команд в Ишкороле на стадионе «Строитель». Хулиганская игра для джентльменов – это регби. И современная его разновидность – регби-7. Быстрый, динамичный вид спорта культивируется в более чем 100 странах мира. Не так давно был включен в Олимпийскую семью. Чем эта формула интересна, именно «семерка», то есть когда приезжает очень много команд, игра очень динамичная, идет по 7-7 минут, небольшой перерывчик и второй тайм 7 минут. И можно в один день провести такой очень нормальный представительский турнир. В частности, к нам сейчас в этот раз приехала команда «Ижевска», две команды из Чебоксара и две команды из Нижнего Новгорода. Турнир памяти марийского регбиста Сергея Димакова прошел в Ишкороле уже во второй раз. В 2012-м на стадионе «Строитель», на котором началась реконструкция. Но разрушенная трибуна не помеха. Регбистам коих собралось 9 команд, среди них коллективы Тарханова и Спартак Маргу. Я выбрал этот вид спорта только потому, что в школе у нас был набор в секцию по регби. И я как бы пришел туда заниматься только для того, чтобы повысить свою физическую подготовку. Ну то есть заниматься, качаться в тренажерном зале. А потом меня это захватило. Захватывает тем, что это мужская игра. Во-первых, мужская игра. Я люблю такие виды спорта, контактные, мужские. Поэтому я выбрал не специально такой вид спорта. Это мужская коллективная игра настоящих джентльменов. Кстати, в Олимпийскую семью регби-7 был включен всего три года назад. Поэтому в Лондоне хулиганствующих джентльменов мы не увидим. Зато увидим на Олимпиаде 2016. Но вернемся к нашему турниру, который носит статус любительского, но собрал интернациональную команду. Так, в Нижегородском клубе были представители Малайзии и африканского континента. «Этот вид спорта раскрывает тебя как личность, показывает твою индивидуальность. Я люблю боль, я люблю бежать, я люблю играть с другими людьми и быть в команде». Турнир проходил среди юношей и, собственно, взрослых спортсменов. Организацией практически только своими силами занимался спортивный клуб Тарханова. Как говорят руководители клуба, проблем хватает. Однако они понимают, что под лежачий камень вода не течет. И нынешний турнир, который уже можно назвать традиционным, тому подтверждение. «По большому счету, было бы у людей желание заниматься этим видом спорта, было бы желание. Остальные все сопутствующие проблемы, походу, они решаются. Если люди хотят заниматься, все равно, так или иначе, все это решается. Вот мы свои проблемы, по мере поступления вроде пытаемся. Вот дошли уже до турнира, когда второй год подряд к нам приезжают. Вот уже, вы видите, уже довольно такой представительский турнир. Пусть это любительский турнир, это не официальный турнир, но тем не менее». В итоге сильнейшими среди юношей стали рэгбисты из Чебоксар. Команда Тарханова заняла последнее место. Причина в том, что наши спортсмены были моложе своих соперников. Зато в соревнованиях взрослых два первых места у ежкаролинских команд. У того же Тарханова и Мэргу «Спартак». Эти результаты доказывают, что у регби-7 олимпийского вида спорта в Мэрел есть будущее. Конечно, при условии совместной работы энтузиастов Федерации регби местного министерства спорта. Наша землячка – лучшая в женском футболе. В выходные в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной национальной премии Российского футбольного союза. Кроме основных номинаций, где чествовали лучших футболистов, тренеров, арбитров сезона, в церемонии назвали лучшую футболистку года. Ею стала уроженка Мариэл, полузащитник подмосковной россиянки Ольга Петрова. Добавлю, что Ольга – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы среди девушек до 19 лет. Обладатель Кубка России и золотых медалей отечественного чемпионата. В сезоне 2011-2012 Петрова, скорее всего, снова станет чемпионкой. Сейчас ее клуб идет на первом месте. Ишкаролинка Татьяна Козуто готовится покорить мировые модные подиумы. Татьяна стала победительницей международного конкурса «Топ-модель по-русски». Конкурс «Топ-модель» популярен во многих странах мира, так как дает возможность обычным, но очень красивым и упорным девушкам получить работу и признание в мире моды. В проекте «Топ-модель по-русски» наша Татьяна уверенно обошла соперниц. В итоге поездка в Майами – награда от супермоделей 90-х, ведущая американского шоу «Топ-модель» Тайры Бэнкс. Как отмечает Татьяна Козуто, в своих силах она была уверена с самого начала конкурса. Я считаю своим огромным плюсом на проекте. Это то, что я до проекта работала на телеканале «Рент-эварион-12», что помогло мне научиться разговаривать с людьми, общаться как-то на камеру, потому что очень многие девочки сначала это стеснялись делать. У тебя стеснения не было? Да, у меня стеснения не было, потому что это действительно огромный опыт, то, что я работала ведущей, и как раз может хоть как-то научиться правильно разговаривать, помог мне именно «Рент-эварион-12». После победы жизнь нишкаролинской красавицы поменяется кардинально. В числе главных призов – годовое сотрудничество с одним из лучших модельных агентств в мире. Фэшн-съемки для модных журналов, личный автомобиль. Уже сейчас рабочий график Казуто расписан по минутам. Домой Таня заехала буквально на один день в перерыве между съемками. Будущая супермодель не скрывает, именно об этом она всегда мечтала раньше. Сейчас же появилась новая мечта – чаще бывать дома в своем любимом городе. Я хотела представлять Ишкаролу, потому что это уже было не по чьим-то намекам, да, это было именно от меня, это все исходило. И я понимаю, что я должна представлять именно Ишкаролу, потому что я живу здесь. Многие люди знают меня как Ишкаролинку. И я хотела прославить наш маленький город. Если быть честной, то девочки же просятся ко мне в город, потому что этим летом должна была быть свадьба, на которой они все хотели бы присутствовать. Но, к сожалению, свадьбу пришлось перенести на следующий год. Но я думаю, что девчонки без свадьбы с удовольствием приедут, ну, захотят погулять по нашему городу, потому что его действительно считают уже каким-то новым Амстердамом. Редактор субтитров А.Семкин